Всех приветствую, друзья, ну и не другие, они тоже захотят посмотреть это видео. Ну и к ним я отношусь особо без негатива, потому что, ну у меня такие вопросы не агрят. Но высказаться хочется. О чём и почему? О своём проекте и проекте конкурентов. Мод... м... 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 Не получается выговорить, попробую написать. Даю. Короче, в целом я не хотел затрагивать эту тему, никогда не затрагивал. Но странно, когда игровой проект конкурентов затрагивает меня и мой проект, а я, как бы немного блогер, даже не ведусь на это и не поднимаю подобные конфликтные темы. Поэтому давайте всё-таки чутка затронем. А в конце видео, кто досмотрит, узнаете о чудо-команде, которая даст немного плюшек в игре. Поехали. 20 августа должен был открыться проект конкурентов, бывший Roleplace, чей мод мы купили год назад у их бывшего разработчика и работали с ним всё это время. У них не получилось открыться и обвиняли в этом всём только нас. Типа мы их там чё-то дудосили, хотя нет никаких пруфов и кто вообще будет переносить открытие из-за дудоса. Может у них есть проблемы похуже? Давайте чутка поразмыслим. 15 числа они анонсировали запуск ЮЦП на 19 августа, а открытие проекта на 20 августа. Но в тот же день 15-го они только начали набор людей в команду, админов и хелперов. Затем 18-го они пишут о технических проблемах. Это же они пишут и 19-го числа в 7 вечера. Напомню, в этот день должно запуститься ЮЦП. И ура! В 9 часов вечера они наконец-то запускают сайт. Правда есть проблемка. У сайта старый дизайн. Хотя анонсировали новый сайт ещё в мае. В этом тоже виноваты мы. И позже мы видим пост, что происходит атака на веб-ресурсы. И все забаненные игроки будут разбанены. Если кто-то забанил игроков, то видимо это сделал кто-то из админов, которых набрали в спешке. Я лично не засылал никаких агентов, чтобы они внедрялись к нашим конкурентам и банили игроков. Если бы на моём проекте такое произошло, то я бы обвинял свою команду за то, что они херово справились со своей работой. Но точно не конкурентов. Если вы не смогли защитить себя от таких ситуаций, а скорее сами поспособствовали этому, то в этом виноваты только вы. В целом меня никак вообще не цеплял момент с конкурентами, пока они не начали затрагивать нас. И как видите, я долго удерживался от комментариев. Первый их пост, который вышел, это вот Пока наши конкуренты гордятся, бла-бла-бла, мы покажем вам отзывы вконтакте. А тут они утыкают нас носом, что мы купили этот мод, поэтому мы в нём ничего не понимаем, а они такие красавцы, всё в нём знают и сделают лучше нас. Уже и люди в комментариях пишут о том, что почти в каждом посту упоминают Глок РП. У них просто цель необоснованно засирать нас. Где-то ещё они писали, что мы сделали полторы обновы за всё время существования проекта. Типа никак не обновляем мод и ничего не делаем. Хотя сами пишут огромезную статью, что они добавили перк проводника. Когда мы эту тему ввели ещё в феврале, почти сразу после открытия проекта. Если для вас это супер обновление, то вот у нас как минимум одно обновление тоже имеется. А здесь целая статья, какое их преимущество перед нами. И что же здесь пишут? Их преимущество это комьюнити. Не очень понимаю. Они пишут, что раньше у них открывался проект. Онлайн достигал 200-250 человек, но команда была некомпетентна. Не было плана развития проекта. Был блат администрации, поэтому онлайн падал и ничего не могло спасти проект. Вот такое вот у них было. И тут концовочка. Ничего не напоминает? Типа отсылка к нам. В следующем абзаце, наверное, должна быть информация, как они собираются не допустить того, что было на их проекте раз за разом и почему они постоянно закрывались. Но нет. Следующее, что они пишут, в чём их преимущество. Они не собираются ограничивать фракции из-за думки одиночных игроков. Но давайте вспомним, что они писали ранее. Мол, мы гордимся, что провели в зоне рок-концерт. Мы этим не гордились. Мы просто анонсировали концерт в свободной группе ВК, который хотела провести группа игроков. На ростке проводятся бои с мутантами. Всё ради развлечения. У каждого костра есть гитарист, который лобает получше всего состава Битлз. Это тоже что-то в виде развлечения. Так почему он или они не могут сделать это в формате выступления? Подключить микрофон и гитару к колонкам и выступить в другом формате, а не у костра? Концерты есть в тюрьмах и на войне. А почему в зоне нет? Почему, с одной стороны, конкуренты пытаются нас унизить упоминанием за концерт, который хотел провести игрок, а с другой стороны, говорят, что не собираются ограничивать задумки игроков? Биполярочка, чё? Что ещё? Конкуренты заявляют, что вводить донат на вводной сессии будет нелогично и нечестно по отношению к игроку. Поэтому будет только возможность загрузить личный скин и получить премиум на форуме. Но 19 числа я зарегистрировался у них на сайте и увидел в игровом магазине вот это. Тут у нас и костюмчики, не знаю, что именно, не подписано. Тут у нас и калаши, и части мутантов, и аптечки, и противорады. Так что здесь я тоже не очень понял, эти донаты это логично и честно по отношению к игроку? Или всё же нет? Ещё где-то я видел сообщение, а сейчас не могу найти скрин, типа на GlockRP херовая администрация. На сервере нечем заняться, но короче всё в их стиле. Касательно администрации. Если игрок где-то чем-то недоволен и считает, что администрация поступила несправедливо, есть раздел жалоб. Периодически, даже когда жалобу должен рассматривать не я, я всё равно заглядываю и пытаюсь разобраться в ситуации, чтобы всё было справедливо. Многие знают, что если есть несправедливость и даже ГА вынес несправедливое решение, то вы можете достучаться до меня. В личку на форуме, путём жалобы на форуме, на стриме, в личке ВК, в инстаграме. Везде, если были спорные моменты, я отвечал игрокам. Может не сразу, потому что я не должен этим заниматься, но ситуация решается в любом случае. Более того, знаете, я думаю создать на форуме топик, в котором вы сможете открыто написать, где вы видите проблему на сервере. И на стримах мы будем эти проблемы пытаться решить, потому что само собой проблемы имеются, как и везде. Ну а касательно второго, что на сервере нечем заняться, я решил просто найти несколько часов свободного времени и зайти в игру и разрушить это обвинение. Было это ещё 22 числа, но смонтировал только сейчас, но сути это не меняет. Давайте посмотрим, получится ли у меня сейчас в 9 вечера обычный вечерочек. Я со своего левого фейкового аккаунта в игре у меня из имущества, это Заря. Её в целом не сложно получить, либо выполняя квесты, либо отыграв некоторое время и получив стартовые деньги. У меня такая вот гадюка, вот она. Я думаю, вполне на нормальных условиях я сейчас попробую, сколько мне понадобится время, чтобы найти игру, влиться в игру, ну чем-то себя занять на сервере. Я зашёл на сервер, я один, у меня нет друзей. Я зашёл на сервер Glock Roleplay, поиграть и хочу найти себе игру. Что же я буду делать? Так, сейчас без 10, 9, ну собственно чё. Так, кого-то увидел в чате, кто-то спросил кто, а что, кто, кто, что. Ой. Это чё мы типа уже с ним играем или что? Это что, 3 секунды и мы уже играем, ну. Я кто? Ты кому говорил? Ну вот я уже встретил человечка, кто сейчас на базу зашёл. А, это их база возможно здесь, а я зашёл к ним на базу. Да я просто ментаюсь, гуляю. Короче, ну, я уже играю, например. Я заспавнился на Агропроме, вот сбежал вниз и вот, ну, уже встретил игроков, уже общаемся. Не знаю, что из этого выйдет. Так, чисто общение. Короче, это были образевшие курточки, которые устроили там себе базу. А я хотел хрястнуть водочки. Но из-за их поведения и пить у них я не захотел. Так, давайте заглянём в ПДА. В баре Гуляйполе чудесная музыка и водка находятся на базе анархистов. На бывшей базе анархистов на Тёмной долине. Вот, 20 минут назад, пока я вот записывал там начало, болтал, кровосос у завода Агропрома бедную куртейку гоняет. Помогите пареньку. Я мог на вот это вот нарваться, немножко опоздал. Давайте, если работает Гуляйполе, пойду туда. Но пробегусь близко к военным, гляну, чё там. Идея к идти к базе военная тут, скорее всего, не супер, конечно. Но я... О, но я хочу купить аптечки. Но, бля, сейчас меня могут нагнуть, да и всё. Смотрите, кто к нам колёса катит. Так, ну всё, короче, я отряхаюсь, начинаю убегать отсюда. Блядь, раз, два, три. Чё-то ещё стрелять начнёт. А, ну, в гору, в гору стреляет. Ладно, давайте признаемся. За 10 минут, да, я хоть и натыкался на игроков, было какое-то взаимодействие. Но, по сути, с одной локации меня курточкой прогнали. Ебать, нахуй. Жесть, не заметил. Да не прорисовалась, сука. С одной локации меня курткой прогнали. На второй на вояки меня уебали прикладом. Ну, ладно. Давайте пойдём туда, где меня ждут. Да ёп, ну, блядь, как я их не вижу-то, сука. Так, вот мы вошли. Здесь раз, два, три, четыре человечка. Я отыграю, что слегка запыханный добрался до бара. Здорово, мужики, тут водярочку может-то налить. Там меня встретил бармен с акцентом о миране иголка. Я с ним немного поболтал, поторговал, купил, выпил водочки, несколько аптечек. Как раз то, что мне было нужно. И пока пил водочку, в ПДА прилетело предложение о работке. Предлагаю работу, за которую хорошо плачу. Подходите в бар 100 рентген. Вот. Эх, ладно. Держи, я побежал. Плюс мне нужно сейчас ник сменить. Степан Кувалда светился в прошлом видео, я это вспомнил. Всё, я сменил себе ник. Теперь я Гоша Холостой. Так, бежим уже по ростку. Та, бля, радиация. Только сбил радиацию, ноль. А, я только что пробежал. Она на меня не подействовала, потому что я в заре. А есть участки радиации, которые на зарю, например, не действуют. На курточку подействуют, на зарю нет. Смотрите, пацан бежит, бежит. Что, компик слабенький, дружочек? Компик, наверное, слабенький, да? ФП страдает. Бля, вот это я дурачила, нахуй. Вот этот Йохан Еврей, он тоже был там, на тёмной долине. Он по другой дороге пробежал, которая намного короче. А чё я бежал? Ой, ой, ой. Опыт, опыт. Я забыл, что есть локация, стройплощадка, через которую можно вот так вот, ну, вообще. И ты здесь. Так, 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 так. Ой, тут сейчас музыка начнёт играть, наверное. Давайте перейдём к режиму повествования без музыки, которая может повлиять на авторские права. В баре ждал Чуха. Это Ивин персонаж. И желающих взять работёнку было более чем. И знаете, что я понял в этот момент? Судя по количеству желающих, заняться то есть чем на сервере. Просто люди не умеют себя занять. Не умеют фантазировать, придумывать себе игру и самим строить её вокруг себя. Многие просто движутся по инерции. Я вот, например, поступил именно так. Обвинение к нам было в том, что людям нечем заняться на сервере. Вот я и зашёл на сервер и без какой-либо инициативы начал просто играть и двигаться по инерции, куда меня занесёт. И даже при таких раскладах, не проявляя инициативу, я могу найти себе игру на сервере. И всё благодаря ивент-команде, в которой мы недавно провели некие реформы. Будет необходимость, будем проводить реформы и в других отделах. Но сейчас давайте вернёмся к игре. Чуха давал разные задачи парням, кому-то сбегать, проверить обстановку на тёмной длине. Мне, например, дал задачу принести водки, потому что у бармена почему-то водка не продаётся. Не знаю, что за дефицит, но он отправил меня за водочкой и пообещал заплатить за неё 2,5 косарика. Это на самом деле очень много, я бы сказал полнейший перебор. Учтите, парни, это на будущее. Но мне как раз попался в этой толпе один из парней, у которого мне удалось купить водки за 500 рублей. Чтобы сразу не возвращаться к Чухе, я чутка поторчал на ростке, посмотрел объявления. Помимо того, можно посмотреть, какие объявления сейчас есть. Завтра на депо в 15.0 будут кулачные бои. Можно залететь, поучаствовать. Ставки кров в зрелище. Чутка, убив время, вернулся к Чухе, отдал водку и получил 2,5 косаря. Купил себе рюкзачок, чтобы визуально хоть было видно, где я храню вещички свои. Ну и пока не было никаких задач в ПДА, решил сам попробовать завести игру с кем-то. Думаю, найду-ка я в баре человека с детектором, чтобы отправиться с ним на дикие территории, поискать артефакты. Спросил у одного? Нет. Спросил у Чухи? Нет. Но он, кстати, взял мой номер ПДА на будущее. И тут как раз прилетело сообщение в ПДА о работе. Еще желающих немного подзаработать. Работенка не пыльная. Нахожусь на МБУ. Все вопросы по приходу. О, погнали. Так, друзья, смотрите. Поршел ровно час с момента, когда я начал эту всю движуху. Я на агропроме встретил каких-то типов. От военных получил прикладом. Ну, типа, какое-то было взаимодействие. Ничего серьезного. Я был на Темной Долине. Играл с барменом. Поторговался немножко. Я был в баре 100 рентген. Ивентер мне дал работку. И я немножко заработал денег. Сейчас я вижу, что на МБУ дают работу. И побегу еще туда. За час игры я уже, ну, и повзаимодействовал, и заработал. И сейчас бегу еще играть. То есть, достаточно ли продуктивно это было за час? Я не... Ох ты блять! Вот это было вообще не продуктивно. Вот видите, как бывает. Я аж стреманулся, как она шаркнула, блять. Скотина такая. Граждане, сохраняйте спокойствие. Работает СОП. Чего? Ой, блять. Короче, я думаю, вам не особо интересны мелочи. Это военные с охраной МБУ наводил ли какую-то там свою суету. А задача этого видео показать, можно ли найти игру на сервере. Есть ли чем заняться или нет. Встретил на территории МБУ разведчика Айдара. Подбежали еще несколько человек. Один из них это еврей, который также брал работу у Чухи. И Жора Застрахованный по прозвищу Страховка. Разведчик Айдар предложил групповую работу. С тайника на территории завода забрать цены для него именной револьвер. Пообещал каждому по две тысячи. Ну мы, конечно же, согласились. Собрались и погнали. Группа, за мной, шагом марш. А че это ты, блять, раскомандовался, нахуй? Так, ну слушайте, сюда зайти как-то сложно, блять. Тут аномалии накидали, козлы какие-то. Аномалия вход перекрыла, ищем обходной путь. Ага. Давай через забор, с другой стороны. А вот тоже сообщение. Группа Лянца вербует добровольцев в свои ряды. Подробности по ПДА. Это кто там сейчас на аномалии уебало? Видели? Аномалия сработала. Ладно, погнали дальше, пацаны. Так вот, вот какой-то набор пацанов. Перед этим, вот мы сюда уже бежали. Сообщение от какого-то профессора на МБУ. О том, что тоже какая-то работка есть. Короче, те, кто говорят, что нечем заняться. Да вы че, оху... Мы тихо пробрались на территорию завода, без шума и пыли. Уже на самой территории нам повстречалась собачка, но мы изначально выбрали режим тишины. Не привлекать внимание мутантов, а попытаться обойти их. Собачка там лежит, че-то тело кушает. Под сумок был спрятан где-то на крыше высотного здания. А это было напротив того места, где мы сейчас. Усложнило нам задачу и следующее. Страховка че-то орал, привлекал внимание и на шуме из норы выпал снорк. Но это временно даже сыграло нам на руку. Пес начал рычать на снорка, а тот в ответ напал на него и начал грызть пса. Мы под шумок быстро сбежали с крыши и побежали к зданию напротив. А мы уже на крыше другого здания. Черт парни, они нас знают, шмаляем по ним, не жалеем гадов. Что стоим, бегу внутрь, да куда тут внутрь, блять. Вот так вот тебе диско-чеки. О, кстати, смотрите. Жму F, хоп. Ну, это сейчас нету тайничка, кто-то уже забрал. Но это лутовский тайничок. Фух, перелезли, блять, через эти все ограды ебучие. Но не на крыше, но уже близко, близко. Так, 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 тут развальные ступеньки. Я отыграю, что осторожно на них ступай. Они держатся еще как-то на чем-то. Клац. Все, я здесь. Чертые звуки. О, боже, нахуй. Нужно еще отыгрывать, что темнотаж. Снорк, наконец, догнался от коров, преодолел дистанцию за короткое время с помощью прыжков. Ай, где он? Так, ну а вот я вижу тайничку. Ух ты, блять, началось, началось. Держите ступеньки, пацаны. А я пока за этим, за тайничком. Вот он, вот он, сука, револьвер ебучий. Все, хватает револьвер из-под сумка. Все, он у меня, пацаны. О, ну, снорки падличие. Валяются трупы, сука. Валяются трупешники. Ну, в идеале, конечно, не лезть туда, откуда снорки лезут. Мы сейчас пойдем каким-то другим путем. Гоша, еврей, кройте меня, блять. А я сейчас попробую слезть. Мы пока держим на прицеле крышу, чтобы снорки не полезли. Оп. Так, все, я здесь, я на дереве. Деньги там нашел хоть. Бля, там что, может, бабки были? А ну, дай пройти. А ну, еврейчик, дай, блять. Ой, нет, нет, ой, блять, да ну, ебушки. Ясно, где сэкономили на маппинге. Бля, пацаны, я честно не при делах. Не знаю, как оно так. Сука, никогда не проверял так в игре. Блять, да нет тут никаких. Ха-ха, нет никаких бабок. В общем, все, время выходить с территории завода и валить оттуда нахрен. Дело было сделано. Но уже на выходе нас повстречал маленький сюрпризик. Вот, песель, песель. Так, 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 но его не обязательно убивать. Его не обязательно убивать. Эй, шарик, шарик. А я через забор стал. А я такой чисто тяну руку к проволоке, отвлекаю его. Пока пацаны там перелазят, слепой пес стоит в боевой стовке. Готов напасть на ближайшего сталкера. Рычит и гавкает на сталкерню. Эй, эй, шарик. Хе-хе-хе. Прикол, сука. Собачку балую тут. А пацаны, пацаны, ну, пошли, пошли. Видите, сзади. Смотри сюда, псина, сука. Страховка, ты хули делаешь, дура? Че он там встал, блядь? Че он ему бросал в какую-то фляжку, блядь? Нахуя? Я же его отвлекал, блядь, чтобы он на тебя не лез, пока ты перелазишь через забор. Я отвлекаю его, чтобы он тебе руку не отгрыз. Тут забор, проволока, придурок. Хе-хе. Ну, стреливайся теперь. Встретимся на МБУ, блядь. Вот страховка, дура. В общем, дальше, думаю, все понятно. Отдали револьвер, получили по два косарика. Я еще записал контакты еврея, чтобы на будущее вдруг что у меня был напарник, с которым мы уже работали вместе. Плюс я спросил у разведчика Айдара за детектор, он сказал валить к науке. Короче, давайте так, 23 часа, 2 часа и 10 минут я в игре, у меня 6К, да? Ну, у меня появились аптечки за 1000 рублей в сумме, появился рюкзак за 1000 рублей, плюс я, у меня 6К было 4К. За 2 часа игры я заработал 4000 рублей, играю все это время, нет такого, что мне скучно, я сижу ничего не делаю, игра есть. Я зашел вот в любой момент и просто играю. Все, увидимся, хлопцы. Я пошел пробовать детектор взять у науки. Еще буду играть, блядь, еще буду играть, да, нахуй. Профессор, вы тут? О, профессор. А тут легонько дует на чай, отпевает немного с характерным причмокиванием, ставит кружку. Так, вот тут идет игра. А, тут, бля, вот еще. Сидят мужики. Проходите, сталкер. Прохожу. Попросил я детектор в аренду, но мне мило отказали. А когда я начал выпрашивать, то сказали, что позовут охрану и меня выведут. Но, зашел я не зря. Сказали, заходи завтра, если будет напарник. Будет работка, а сейчас они уже закрыты. Ну, я и пошел. Прикольно у них тут, конечно, атмосферка такая своя. Ого, кто-то, сука, кучу насрал. Ну и навалил, блядь. Ну, слушайте, я в целом доволен. Я доволен, я и наигрался, поиграл. И если бы я хотел, то я бы завтра залетел бы на кулачные бои. Залетел бы к ученым. Ну и слушайте, и тут хуямс. Бар Гуляй Поля продает свежайшую водку и еду. Также имеется работенка для сталкеров. Если бы я хотел, я сейчас бы залетел бы еще на темную долину и там бы еще играл. Ну, вот и все. Видео, наверное, затянулось. Но если вы досмотрели до конца, то знайте, что с воскресенья и ближайшую неделю в игре будет доступна команда Глок, которая даст вам 4 дня випки и 4К. Пользуйтесь. И играйте. В ближайшие дни ваша поддержка и ваш онлайн это лучшее, что может быть для проекта. Всем хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok